Добрый день! 5 часов вечера в Киеве. У нас новости. Спасибо, что смотрите нас. Петр Порошенко пообщался с Владимиром Путиным. Встреча длилась 15 минут, и именно после нее они пожали друг другу руки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию французского президента. Согласно сообщению, Порошенко обсудил с Путиным экономические последствия кризиса в Украине. В ближайшее время они могут перейти к обсуждению деталей мирного урегулирования ситуации в Украине. Встреча состоялась во время мероприятий по поводу 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии. На торжества во Францию прибыли главы государств и правительств 18 стран. Один правоохранитель погиб, двое ранены в результате минометного обстрела блокпоста нацгвардии в Славянске. Об этом сообщает МВД Украины. Боевики вели огонь с территории местной церкви из минометной установки. Нацгвардии назвали кощунством, что смертельное оружие расположили на территории храма Божьего. Украинские силовики оставляют за собой право принять все соответствующие меры, чтобы остановить агрессоров. Донецкая больница таки захвачена террористами. Это утверждают в местной облгосадминистрации. Сегодня боевики, так называемые ДНР, ворвались в одно из отделений областной клиники, где обслуживали работников госучреждений и организаций региона. Боевики хотят создать госпиталь для своих раненых. На данный момент территория всей больницы находится под контролем сепаратистов. Террористы на востоке Украины продолжают прикрываться мирным населением. В Краматорске Донецкой области боевики устроили свой штаб в Доме малютки. Об этом сообщает спикер АТО Владислав Селезнев. Террористы расположились на первом этаже здания. Детей и персонал собрали на втором. Владислав Селезнев напомнил, что силы АТО не используют оружие против мирных жителей и не ведут огонь по жилым кварталам. И вновь обратился к местному населению с просьбой не приближаться к боевикам и их блокпостам. Служба безопасности Украины задержала четверых мужчин по подозрению в подготовке теракта. Они планировали вооруженное нападение на отдел пограничной службы Амбросиевка. Согласно показаниям задержанных, задание они получили от руководства так называемой Донецкой Народной Республики. Также в их планах входило похищение полковника пограничной службы. У задержанных изъяли оружие, патроны и взрывчатку. По факту подготовки теракта начато уголовное производство. Должны были по видам сотрудников СБУ с корочками и с пистолетами зайти в кабинет главы администрации и забрать полковника. Госдепартамент США не нашел доказательств нарушения прав человека на востоке Украины со стороны сил антитеррористической операции. Об этом на брифинге заявила заместитель спикера Госдепа Мэри Хар. Так она ответила на вопросы реакции США на возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела против украинских военнослужащих. Когда страна пытается защитить свой народ от сеющих хаос вооруженных сепаратистов, взывать к морали неприемлемо, подчеркнула Хар. Соединенные Штаты Америки направят в Украину группу военных советников. Это подтвердила представитель Министерства обороны США Айлин Лейнис. Военные советники должны помочь определить, в каких направлениях стоит реформировать армию, чтобы в будущем Украина имела высокоэффективные вооруженные силы. Также Белый дом пообещал выделить украинской армии помощь в размере 23 миллионов долларов. Из них 5 миллионов поступят в виде различного военного снаряжения, бронежилетов, приборов ночного видения и средств связи. Сто дней работы правительства. Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня в парламенте отчитывался о работе Кабмина. Основной месседж – Украина избежала дефолта. За этот период мы получили помощь от западных партнеров – МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, США, Канады, Европейского союза. Но несмотря на это, экономическое состояние нашей страны остается очень тяжелым. Поэтому правительство в ближайшей перспективе не откажется от непопулярных шагов, которые помогут поднять экономику и преодолеть политический кризис в стране. Если мы вместе – это единственный залог нашей победы. Именно поэтому мы побеждаем и мы победим. Украина избавится от террористов, и мы освободим Донецк и Луганск от тех, кто посягает на их будущее. Бандитизм и терроризм, который спонсируется Россией, будет уничтожен. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов подписал закон о запрете лишения жилья за просроченные валютные кредиты. Напомню, Верховная Рада приняла этот документ 3 июня. За проголосовал 241 депутат. Пока закон действует, принудительно выселять должников не будут. Однако есть ограничения. Квартира должна быть не больше 140 квадратных метров, дом не превышать 250 квадратов. Также не действует данный закон на суде, прокуроров и на чиновников 1-го, 2-го, 3-го рангов. А это в частности депутаты, министры и их заместители. В Донецкой и Луганской областях банки продолжают работать и осуществлять расчеты, несмотря на сложную ситуацию в регионе. Об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубев. В отделениях количество наличных средств минимизировано до однодневного-двухдневного запаса для обеспечения выплат стипендий, пенсий и соцвыплат. Также Кубев сообщил, что сотрудников Луганского теруправления Национального банка перевели в другое помещение с целью обеспечения безопасности. Тем временем Национальный банк уже выполнил требования МВФ для получения второго транша. Критерии эффективности и абсолютно все показатели МВФ, выставленные на конкретную дату, регулятором выполнены, подчеркнул Степан Кубев. Он надеется на позитивное решение фонда. Программа МВФ и международных финансовых доноров поможет реформировать всю систему. В этом году предусматривается получение Украины более 7 миллиардов долларов. Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидают уже в этом месяце. Международный валютный фонд готов к широкому диалогу с новоизбранным президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Он также добавил, что МВФ намерен продолжать сотрудничество с Украиной в рамках двухлетней программы «Стендбай» в объеме 17 миллиардов долларов. В начале мая Украина уже получила первый транш более 3 миллиардов. Мирное население не должно страдать. С такими лозунгами сегодня в центре столицы прошла акция «Марш мира». Активисты трудовых профсоюзов прошли колонны к зданию Верховной Рады и призвали власти организовать поставки гуманитарной помощи на восток страны. Подробнее далее в сюжете. Украина едина и Донбасс, как и Крым, должны остаться в ее составе, но не ценой жизни мирных жителей регионов. Несколько сотен неравнодушных украинцев собрались в центре столицы, чтобы коллективно обратиться к руководству страны. Единое требование – оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса во время проведения АТО. При инициативе Красного Креста помогаем собирать средства, которые затем волонтеры Красного Креста смогут доставить в зону конфликта. Марш мира прошел от станции метро «Арсенальная» до здания Верховной Рады. В руках национальные флаги, знамена профсоюзов и транспаранты «Донбасс – наша страна» и мирное население не должно страдать. А ведь именно местные жители очень часто становятся жертвами обстрелов террористов. Тысячи жителей Донбасса уже покинули регион противостояния. Активисты «Марша мира» просят власть помочь вынужденным переселенцам и спасти тех, кто не смог покинуть свои дома на востоке страны. Мы хотим, чтобы наша страна была единой, мирной, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы наши дети не страдали от ситуации, которая сейчас сложилась в стране. Хотим, чтобы государство оказывало больше помощи беженцам из Крыма, из восточных областей, из Донецкой и Луганской области. Конечным пунктом антивоенной акции «Марш мира» стало здание Верховной Рады Украины. Участники признаются, акция аполитична и тем не менее отмечают, что Донбасс – это часть Украины, а также призывают защитить мирное население Востока Украины, оказать ему гуманитарную помощь, а также как можно быстрее завершить военные действия в восточных областях страны. Андрей Луценко, Станислав Кропольницкий, БТБ. Бесперебойные поставки зерна из Украины способствовали снижению мировых цен на пшеницу. Об этом заявили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Ранее, за неблагоприятных погодных условий в США и геополитической напряженности в Черноморском регионе, цены на зерновые стремительно росли. Прогнозируется, что в текущем году в мире соберут 2,5 миллиарда тонн зерновых культур. Из них 700 миллионов тонн пшеницы. В том числе и Украина. 60 миллионов тонн зерна, из них 20 миллионов тонн пшеницы. Кабмин распродает свой автопарк. Уже удалось реализовать 8 машин из 73 на общую сумму больше полутора миллиона гривен. Более половины этой суммы было получено от продажи лимузина ЗИЛ-114 1971 года выпуска. За него неназванный коллекционер выложил почти миллион гривен. В Кабмине рассчитывают выручить еще немалые деньги за три лимузина «Чайка». Они тоже имеют высокую коллекционную ценность. Соответственно, цены на них стартуют с 615 тысяч гривен. Также новых обладателей ждут свыше 60 более современных иномарок. Буквально в последний день, когда можно было зарегистрироваться, зарегистрировалось довольно большое количество людей. Этот аукцион состоялся лучше, чем мы прогнозировали. Я очень доволен тем, что он состоялся прозрачно и открыто. Прозрачно и открыто мы даем вам цены на энергоносители, валюту и драгоценные металлы. Спасибо за внимание и до встречи ровно через час. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok